Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. И традиционная встреча с Игорем Цезарским и его гостями в программе Радио Блог. Игорь, здравствуйте. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня, 12 июля, у нас очередная встреча. Давно нашего друга не было с нами. Ну, к сожалению, так бывает, что творческие командировки имеют какие-то безграничные по временным датам, да? Сроки или срока. Так уж случается, что вообще творческие командировки имеют место быть. А срока определяют пограничные службы. Так что в эпоху коронавируса и COVID-19 творческая командировка должна проходить по максимуму. Потому что если раньше можно было уезжать на две недели и возвращаться, а потом уезжать снова, то сейчас каждое пересечение границы, в общем-то, связано с определенными мерами медицинской безопасности, скажем так. А посему творческие командировки в данный период времени всегда удлиняются. Окей, вы, короче, узнали, да? Наверняка политолог, журналист Игорь Туфельд, еще и мой тезка, ко всему прочему. Вот. Ну, ария московского гостя началась, да? Ну, а мы не о Москве. Не буду даже спрашивать. Это твои творческие дела. Приедешь, отчитаешься, как положено, в трех экземплярах. Ну, знаешь, не тебе говорить. Планчик конспектов в страничках. Обязательно. Ну, а сегодня мы поговорим, как всегда, все-таки о наших делах, которые происходят в нашей стране. И наверняка, может, тебе даже издали так где-то лучше что-то видно. Бывает так, да? Вот находишься внутри чего-либо и не замечаешь. Как только отъехал, особенно перелетел через океан, вдруг оптика так наводится более четко, да? Есть у тебя такое ощущение? Ну, честно говоря, я не могу сказать, что такое ощущение есть или его нету. Но, в общем-то, как известно, поэты говорили, что большое видится на расстоянии. Лицом к лицу лица не увидать. Так что, ты знаешь, моё, так сказать, пристрастие к поэзии, и поэтому... Знаю, знаю. Ну, вот, большое видится на расстоянии. Ну, давай с большого и начнём. А большое — это 45-й президент Америки Дональд Трамп, который, наконец, всё больше стал появляться, скажем, не только в каких-то наших программах, а ещё и на публике, ещё на разных мероприятиях. Может, с этого мы и начнём. Что-то там интересное ты узрел? Ну, собственно говоря, это вполне объяснимо с логической точки зрения, потому что после всего того, что произошло в ноябре, а потом в январе, и его такой, в общем, я бы сказал, не то что неожиданный, но спонтанный такой отъезд из Вашингтона, в общем-то, требовал времени, по крайней мере, для выработки какой-то стратегии, какой-то тактики на ближайшие годы. Прежде всего, это затронул, на мой взгляд, лидеров республиканской партии, не столько самого Трампа, как его бывших ближайших коллег. То есть, мы все прекрасно помним о том, как сенатор Линдси Грэм буквально 6 января заявил о том, что всё, хватит меня, больше я не собираюсь. А буквально через какое-то время, после того, как он, кстати говоря, встретился с президентом Трампом, его мнение резко изменилось. Сейчас он снова вернулся в лагерь самых, так сказать, пылких сторонников и поклонников Дональда Трампа. И причина, собственно говоря, чисто прагматическая, он это, в общем-то, и не скрывает, и раньше никогда не скрывал. И даже его заявление 6 января, что он как бы отрекается, ну, знаешь, вообще в истории или блинной истории существовали такие случаи, когда люди отрекались, а потом всё равно возвращались. Бывало, бывало. А потом ты любишь цитаты «Не отрекаются любя», да? Там пела те, когда одна певица. Ну, вот получилось так, что отрёкся именно любя, как оказалось в последствии. Нет, ну, это объяснимо, выборами, да? Можно вспомнить ещё и другую версию, так сказать, не поэтическую, но от любви до ненависти один шаг, а от ненависти до любви тоже один шаг. Игорь, скажи, когда ему переизбираться? Погоди, погоди. Когда ему переизбираться? Вот это главное. Я имею в виду Линдси Грэм. Ну, Грэму переизбираться, по-моему, через четыре года, мне кажется. А, то есть время есть? Это не самое? Да, нет, время у него есть. И, кстати говоря, далеко не факт, что он будет переизбираться, потому что, в общем-то, шесть лет это довольно такое... Четыре года, вернее. Четыре года. А, ну тогда, окей, тогда может ещё какие-то... Сенаторы же раз в шесть лет выбирают. Да, да, да. Мы его избрали два года тому назад, вернее, в восемнадцатом году. И поэтому, в общем... В общем, но в любом случае он осознал, скажем так, не хочу говорить, понял, но осознал, что, в общем, на сегодняшний день республиканская партия без президента Трампа по сути дела ничего не стоит. И, кроме всего прочего, у него уже были, так сказать, какие-то доказательства всего этого. Например, печальная судьба дочери бывшего вице-президента Ли Счейни. И многих людей, которые сенатора от штата Аляска, как это зовут, Маковский... А, Мурковский. Мурковский, да, который тоже, в общем-то, сейчас может постигнуть такая, скажем, республиканская кара. Ну, я не скажу, что республиканская, это, скорее всего, иная немного. Ну, неважно, иная. Потому что истеблишмент, он такой, он хитро ведет себя. Как правило, если туда человек уже нырнул, он редко оттуда пинками выгоняется. Ну, вот, тем не менее. И, кстати, тоже вот я вспомнил просто таких самых видных республиканцев, которые, в общем-то, оставили какой-то след в истории и полная обструкция, которой подвергся сенатор Митромни, который тоже, как известно, баллотировался в президенты в 2012 году. И, в общем, потерпел поражение и тоже отрекся от президента Трампа. Но он всегда находился в таких каких-то странных ситуациях. То его был замечен на демонстрации с активистами БЛМ, то он еще там чего-то отчебучил, если можно сказать. Да, у него есть такое. Да, выступил там с осуждением речи президента Трампа в январе этого года после так называемого штурма. И, в общем-то, мне даже показалось, что он не был особо удивлен, когда его свистали на конвенции республиканской партии в его родном штате Юта. Хотя это тоже весьма сомнительно. Он же, в общем-то, был губернатором штата Массачусетс. И долгие годы жил в Массачусетсе. Но поскольку, по своим религиозным убеждениям, напомню, что он является мормоном, он все-таки духовно, видимо, слит со своим штатом, но это его не спасло от освистания. Как раз, кстати говоря, вот здесь нужно отметить, что в Массачусетсе республиканская партия такова, что вряд ли бы она освистала Митта Ромни, потому что, несмотря на то, что сейчас губернатор-республиканец Чарли Беккер, он, в общем-то, сразу отказался от поддержки Трампа и, наоборот, пытался дистанцироваться еще. А в 2016 году, когда Трамп только принял инаугурацию, и, в общем, это тоже весьма понятно, потому что штат Массачусетс, несмотря на то, что губернаторы там иногда проскакивают, ну, такие, в общем, я бы сказал, сомнительные республиканцы, такие, как губернатор Уэйл, который сейчас тоже пытался баллотироваться в президенты, тот же самый губернатор Митта Ромни и нынешний губернатор Чарльз Беккер, и все это объясняется тоже чисто прагматическими причинами и фактами, потому что штат Массачусетс, это глубоко демократический штат, и поэтому республиканец с консервативными взглядами, скорее всего, не был бы избран, а республиканец либерального плана, такой, продемократический, ну, в смысле демократической партии, и не в смысле демократии. Ну да. Сегодняшний день говорить о том, что демократическая партия имеет какое-то отношение к демократии, по-моему, бессмысленно. Нет, но понятие уже давно поменяли. Меньше, чем в свое время партия большевиков имела отношение к пролетариату, которых она представляла. Так что это, в общем-то... Хорошо, давай вернись-ка ты к Трампу. Да, я вернусь к Трампу, и вернусь, кстати говоря, вот к новостям, которые вдруг неожиданно появились. Мы-то о них слышали давно, ты помнишь, были сроки, были сроки там, что 20-го ничего не будет, января никакой инаугурации не будет, потом стали говорить там май, июнь, а сейчас говорят об августе. И вот, кстати говоря, наконец озвучили эту вот теорию, которая якобы, кстати говоря, в соответствии с новостями, которые появились на очень интересном веб-сайте Yahoo News. О, это же уже левее-левее найти сложно. Да, и левее-левее нету. Хотя есть. Хотя есть. Пределов в левизне нету. Так вот, что там. Опять же, обратимся к программной статье Ленина, которая гласила детская болезнь левизны в коммунизме. Так вот, здесь детская болезнь левизны въехает Ньюзми, можно так сказать. Ну, давай попробуем. Вот, и они вот решили озвучить эту теорию, причем объяснили ее с своей точки зрения, каким образом Трамп собирается вернуться на свою должность президента, причем не в 24-м году на выборах, а вот именно в ближайшие недели якобы это обсуждалось на конвенции республиканской партии, которая проходила. Они подслушали, значит, да? Да, причем эта информация появилась до того, как вставилась конвенция, но уже как бы не была там, как всегда. Ну, и сайт у них был, я понял. Да, конгрессмен Шиев, там, Нэнси Пелози, сенатор Шумер, у них у всех есть достоверная информация, но доказательств почему-то никто предъявить не может. Кто-то где-то сказал какой-то надежный источник, безымянный всегда. Ну, вот здесь, видимо, тоже. Но, тем не менее, интересно. Я нашел там довольно, как мне показалось, интересную информацию. Во-первых, каким образом? Наконец-то объяснили, они озвучили, что нужно делать для того, чтобы стать президентом. А, так они ему дают еще просто конкретный путь? Да, то есть они говорят таким образом, что для того, чтобы Трамп вернулся на пост президента, не дожидая следующих выборов, он должен сместить Нэнси Пелози на посту спикера палаты. А, ну так да, не, ну это уже вроде было такое, чтобы он должен баллотироваться в Конгресс сейчас, потом, взяв Конгресс, стать спикером. Но это еще до выборов в ноябре. Ну да, в 22-м году, да. Нет, до выборов. А, до? Сейчас, потому что они говорят о том, что это должно произойти буквально в ближайшие дни, недели и даже не месяцы. То есть как раз на дворе август. Он что, туда броневик должен подогнать? Как он? Ну, на самом деле, чисто теоретически, может влечь такая произойти, потому что если кто-то из республиканцев выходит из Конгресса, то на его место может баллотироваться другой кандидат. Так. Вот здесь можно говорить о том, что Трамп, в принципе, живет во Флориде и в Нью-Йорке. Так же, кстати, как сенатор Мит Ромни, который, как я говорил, долгое время прожил в Массачусстве и сейчас, в общем-то, является гражданином Массачусства, но официально является представителем штата Юта, потому что, ну, получил водительские права по своим... Ну, понятно, да. ...зрегиозным убеждениям, да. То есть, такие вещи, в принципе, возможны, это чисто технически. И если он становится, то тогда его выдвигают на пост спикера вместо Нэнси Пелози. В августе? И он возобновляется. Прямо в августе? Я говорю о том, что не написано конкретно августе. А, когда нет? У нас, Игорь, у нас другие источники надежные. А, да, да, да. А говорили об августе еще в феврале месяце. Да, да, да. Так что поэтому я просто озвучиваю ту информацию, которую я прочитал на Яху. И после этого начинается процесс импичмента в соответствии с тем, что президент Байден и вице-президент Камала Харрис являются просто самозванцами. И если будет принята сначала резолюция в Конгрессе, а потом голосование в Сенате, то, естественно, после их смещения третьей иерархии это спикер палаты представителей. Ну, хорошо. Хорошо. А там еще подоспеет, естественно, аудит, да? Да, да. И вот данные. Ну, вот как раз к этому я сейчас и приведу. Ну, вот самое интересное, что мне понравилось в этих новостях, что вот такой вот комментарий там, что вообще все это настолько неправдоподобно и фантастично, так же, как обвинение в отношении подлогов на выборах, в отношении мошенничества на последних выборах. А, это их вывод. Вот это меня, да, вот это меня больше всего насторожило, потому что, когда все пытаются доказать, что никакого мошенничества не было, причем не обращая никакого внимания, причем делают это абсолютно умышленно, у меня нет никаких сомнений по этому поводу, потому что аудиты идут, аудиты идут в Аризоне, аудиты, кстати говоря, начались в Пенсильвании, Висконсине, в Мичигане даже, где, в общем-то, все демократически, верхушка, включая губернатора, безумную девушку Гретту, вот, ну, как бы так, безумно, в смысле, потому что она хочет сделать все для того, чтобы улучшить ситуацию в штате, вот буквально все готово отдать, но, к сожалению, ничего не получается, вот, а так вообще у нее есть и огонь в глазах, и действительно желание что-то улучшить, ну, вот, из рук вон ничего, видимо, опять же, виноваты те же самые пресловутые республиканцы, которые к Мичигану не имеют мало какое отношение, и, в общем-то, на выборах это тоже было показано в противоположном плане, то есть, ей обязательно надо было доказать, что все равно демократы победят. Ну, ей надо к Мадуре слетать, поучиться, а потом вернуться и продолжить. Ну, в общем, вот, ситуация такая, но само упоминание, опять, вот, почему-то всегда, когда кто-то хочет обвинить Трампа или республиканскую партию в каких-то там грехах, связанных с управлением страной или с управлением штата или какого-то города, то всегда всплывают вот эти вот обвинения, якобы неоправданные, необоснованные обвинения в отношении фальсификации на выборах. Но, господа, подождите, еще нет решений, когда будут вынесены решения, то давайте мы тогда поговорим на эту тему. Почему же надо сейчас опять бежать впереди паровоза? Ну? Зачем? Ну, так оно принято, ведь, ты понимаешь, эта тактика упредить вообще не то, что удар соперника, а вообще даже мысль поймать, которая только... Со времен, со времен Древнего Китая Цун Цу говорил это и тот же самый Афон Гауэльц повторял ту же самую формулу, что лучшая защита — это нападение. Несомненно. Хорошо, но Яху, конечно, веселый сайт, и его мы редко как-то и просматриваем, и тем более цитируем и обсуждаем. И я думаю, что да, это была хорошая идея познакомить, потому что я думаю, что и наши слушатели, скорее всего, мало туда заходят и вот пользуются именно информацией такого источника. Ну, хорошо, а вот мы вспомним, наверное, что Трамп посетил бой, который был в рамках UFC проводился, и смешанных единоборств. Если кто-то интересуется, опять же, слушателей, то да, там была встреча ирландца Конора с нашим американским парнем по фамилии Парье. Американец победил, и это хорошо, конечно. Но самое интересное, там же присутствовал Трамп, а еще интереснее, как встречала его вот эта вся, в общем-то, собравшаяся аудитория. Ну, наверное, там их специально отобрали таких, чтобы они его так приветствовали, кричали USA, и как ты думаешь? Ну, отобрали, конечно, отбор проходил, такой боевой отбор. Ну, и вообще, как бы, единоборство, да, вот, многие президенты занимаются различными спортивными единоборствами, там, борьбой дзюдо, например, стрельбой по бегущим кабанам и прочие другие вещи. Так что в этой ситуации меня это абсолютно не удивляет. Ну, а что, отбор, в общем-то, есть достаточно много людей в Америке, которые приветствуют Трампа и без единоборств. И, в общем-то, таких людей, как мы знаем, 75 миллионов было во время выборов. Да, ну, заметь, однако, что вот так публично расписаться в дружбе с ним, как это делает президент этой организации, это не каждый делает, потому что очень много сейчас страхуется, и мы знаем прекрасно. Ну, каждый, каждый, не каждый. Майк Линделл это делал совершенно открыто и продолжает это делать и снимает фильмы. Майк Линделл, Дэйна Вайл и прочие, да. Понятно. Синь Пауэлл и, в общем, да, и Руди Джулиани, который уже поплатился за этого, так и Карлсона, о которых мы, кстати, говорили буквально несколько дней назад с Мишей Гирштейном. Так что, в общем, это меня абсолютно не удивляет. Люди, которые поддерживали Трампа и которые увидели, реально увидели, что происходило на выборах, они ждут просто реакции американской общественности после того, как будут опубликованы результаты аудитов. Аудиты, да. Что они тогда будут говорить? Ну, тут как раз тоже называется конец августа, мы тоже на эту тему с Игорем Гиндером говорили, еще одним нашим тезкой. И тоже вот, ну, как-то вот вроде бы обозначен вот этот рубеж, конец августа, может, начало сентября, когда должны, по крайней мере, в Аризоне сказать вот это самое А. А дальше уже будем, как говорится, наблюдать, что будут у других тогда. Да, но кроме всего прочего, я вот, хоть меня и давно не было в эфире, ни на континенте, ни на народной волне, но и в других программах, в которых я принимал участие за это время, в общем-то, здесь, с этой стороны, я принимал достаточно много раз и комментировал события, и, в общем-то, здесь я уделяю особое внимание различным, в общем-то, на первый взгляд, незначительным явлениям, которые происходят. Но, как говорится, с миру по нитке нищему кафтан, в общем-то, и здесь я считаю, я не согласен с людьми, которые уже полностью решили похоронить республиканскую партию, а вместе с ней и, в общем-то, свободную демократическую Америку, такую, как мы ее видели, там, 20-30 лет назад. И поэтому говорю об этих вещах. Говорили о том, что сделал губернатор Флориды Ди Сантис, о том, что сделал губернатор Аризоны Дюси, который, в общем-то, не самым лучшим образом был сюда. Она во время выборов в ноябре прошлого года, но, тем не менее, сейчас, в общем-то, ситуация меняется. Почему она меняется? Я не знаю. В отношении Ди Сантиса у меня нет никаких претензий. Он, в общем-то, всегда, и, по-моему, это восходящая звезда республиканской партии, один из новых лидеров, которые буквально в ближайшие 2-4-5-6 лет воруются в большую американскую политику, в общем-то, он уже и сейчас... Но он уже в ней. Да, он уже в ней. Но я имею в виду, что... Ну, я понимаю, на что-то более высокое. Понятно. Но, тем не менее, вот, как известно, в начале года, уже после того, как президент Байден принял инаугурацию, после того, как приняли инаугурацию новые конгрессмены, новые сенаторы, в общем-то, Конгресс отошел к демократам, сенат, в общем, тоже практически, с учетом Камалы Харрис, была принята такая известная, или, может быть, не всем известная, резолюция или раздел секция 1000-005, которая по приказу президента, или по указу президента, или по директиве президента Байдена, должна погасить все денежные долги, связанные с любой фермерской деятельностью. Причем это погашение, которое в определенных случаях может составить до 120% от займа, то есть, даже превысить, при определенных обстоятельствах, ну, видимо, там, может быть, за счет инфляции, за счет каких-то еще, нет, но самое интересное, что это касается только меньшинств, меньшинств афроамериканцев, латиноамериканцев, индейцев и жителей Тихоокеанских островов. То есть, в этой ситуации судья, окружной судья Соединенных Штатов Америки Томас Андерсон принял решение приостановить выплаты, которые уже офис, то есть, контора прокурора Соединенных Штатов Америки, это District Attorney, уже объявила на своем веб-сайте о том, что эти выплаты будут совершены. Ну, это хороший факт, Игорь, извини, я тебя перебью сейчас, потому что нам надо на несколько минут удалиться на рекламу, а сразу после нее мы продолжим. Да, продолжишь этот рассказ. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают, настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цезарским. Возвращаемся в программу радиоблог с Игорем Цезарским. Напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200 и задать вопрос. Кстати, у нас уже есть звонки. Да, я единственное напомню, что с нами Игорь Туффельд и Игорь все равно да расскажешь все-таки эту историю. Хорошо, а пока примем звонок. Добрый день, слушаем вас. Слушаем вас. Так, ну, похоже, что-то не получается с телефоном у человека. Так, окей. Можно продолжать, да? Ну, а вот сейчас попробуем, может, на другой линии. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю вас. Я хотел спросить вот такую вещь. Кто-нибудь вот среди новостей новых всяких предложений не предложил создать колхозы и совхозы для борьбы с кризисом с климатом. Это у нас кризис с климатом. А, с климатом. Окей, для борьбы с климатом. А climate crisis. Climate crisis. Это самое главное. Да. И надо с... Ага. Хорошо, спасибо. Ну, понятно, о чем вы хотите услышать. Игорь, пожалуйста, закончь вот то, на чем я тебя прервал и ответь, наверное, человеку, если ты можешь. Ну, в общем-то, здесь действительно не так много осталось дорассказать о том, что принял решение в суде Томаса Андерсона в окружном суде Соединенных Штатов Америки. Он приостановил вот это решение Байдена, которое, в общем-то, многие считают явно российским, потому что черным по белому там написано. Я просто назвал определенные меньшинства, а на самом деле в этой секции 1105 в этом разделе или указе, директиве, как ее можно еще назвать, явно черным по белому написано, что предоставить различные льготы и погашение долга в размере до 120% всем не белым, нон-уайт должникам. То есть, вот именно такой показатель, это, в общем, мне кажется, говорит о многих вещах, которые происходят сейчас. Ну, несомненно. И, в общем-то, решение судей, оно достаточно обосновано, а мне кажется, оно никаким образом не конфликтует с законом и с конституцией, прежде всего. И, в любом случае, как это было объявлено, распределение средств приостановлено до дальнейшего выяснения, и учреждения какой-то там дополнительной комиссии и расследования по поводу всех пунктов и мотивации этого нового, этой новой директивы. А теперь в отношении совхозов, колхозов, климатических, ну, вы знаете, это вообще-то политизированная вещь, поэтому колхозы, совхозы, концентрационные лагеря, также может всякое. И обжи успехов, да. Да, как говорится, когда мы боремся за экологию, все средства хороши, так что здесь мы можем ждать каких-то неожиданных поворотов и результатов. Да, ну, может, и не обязательно в этих формах, как предположил наш слушатель, но я тебе скажу, что вот эта информация, которую ты сейчас говорил, вот радует не просто тем, что действительно вот эта дискриминация публично оспорена, но что она по сути оспорена, то есть нашелся честный судья, который сказал, нет, это не должно пройти, это неправильно. Мягко. Правильно, мы же знаем, что еще, если не ошибаюсь, Александр Сергеевич Грибоедов писал, а суди кто? Вот. Так что в этой ситуации надо, в общем-то, реально относиться к ситуации, когда я уже сказал это буквально там 10-15 минут назад, когда люди настроены очень пессимистично и пытаются уже отказаться, так сказать, от любой борьбы, поднять белый флаг, я считаю, что в этой ситуации это рано делать, и как я уже говорил не один раз, и буду продолжать это говорить, что в Америке есть еще полтора года до выборов 22-го года, в ноябре 22-го года, мы увидим, я очень надеюсь, положительные результаты, которые сумеют повернуть спять вот это вот кривое колесо истории, которое... Ну, Игорь, ты знаешь, вот в чем, я понимаю тех людей, которые иногда уходят в такой же откровенный пессимизм, дело в том, что как только ты слышишь, как только ты видишь информацию, что более 500 человек содержатся в одиночных камерах, без, как говорится, суда и следствия за то, что было 6-го января, хороший вопрос, что там было, то вот это вызывает, конечно, большое огорчение, что никто и никто из серьезных республиканцев не поднял вопрос той же Бэбит. Ну, попробуем принять звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Я хочу человеку, который сильно заботится о похолодании, потеплении, климата, изменения. Я хочу сказать ему, вот, например, я этого не знала. Ну, я вообще, так сказать, в эти все игры не играю, но недавно на радио Юра Дашевского выступала очень известная такая журналистка и публицист из Брюсселя, я забыла ее имя, она говорила о том, что вот эти вот мельницы, не мельницы, а как называется, ну, эти... Ветряные, да? Ветряные, ветрянки эти, ветряные, да, эти, они, например, те, которые расположены в море и в океане, от них вообще рыба их боится, потому что они там как-то у них вибрация какая-то сильная, и там получается, что рыба просто убегает оттуда, поэтому это ничего хорошего не приносит, это первое, так сказать, в природе. И второе, это то, что эти ветрянки, вот когда даже они на земле, они очень часто, когда недостаточный ветер, там приходится, так сказать, мазутные, мазут применять, как-то их впитать, это значит, что мазутные фабрики, поэтому опять ничего хорошего не происходит. Вопрос есть к нашему гостю? Вопрос? Да нет, да нет, в общем-то нет, спасибо. Спасибо за ваш комментарий, тогда может мы подождем вопросов, спасибо. Так, ну, видишь, неравнодушие вызывает вот именно то, что происходит вокруг этой новой религии, ну, сейчас я вижу еще, по-моему, звонок есть, пожалуйста, слушаем вас. Сошел звонок. Сошел звонок, ну, хорошо. В принципе, я могу добавить просто то, что мы обсуждали не один раз, что президент Трамп как-то реально относился к этому вопросу экологии, и, в общем-то, одним, я считаю, из его серьезных достижений был выход из этого аккорда, парижского аккорда, совершенно авантюрного, совершенно неоправданного, и совершенно дорогостоящего. Дорогостоящего, да, ну, это понятно, причем дорогостоящего, прежде всего, для Америки, ну, естественно. для других стран, в общем-то, не так, поэтому, собственно говоря, его критиковали, но критиковали его, в общем-то, не только из-за этого, а вообще по любому поводу, все, что он не делал, за все его критиковали, в том числе и за субсидию по изобретению вакцин, и, в общем, все, что происходило в этой ситуации, все это именно таким образом фигурировало во всех обвинениях в отношении к Трампу, и его запреты на полеты в Китай, это тоже было подвергнуто речащей. Игорь, не начинай, мы будем этот список деть. Все началось, Игорь, с вопроса о совхозах и колхозах, которые поддержала наша радиослушательница, и, в общем-то, поэтому я решил эту тему развить. А пока можем поговорить о каких-то других вещах, которые происходят. Ну, даже о том, что происходит на Кубе, кстати говоря, это, в общем, довольно серьезно, но, что меня в этой ситуации абсолютно не удивляет, что, естественно, коммунистическая партия Кубы во главе с новым президентом, как известно, после того, как Рауль Кастер, которому, сколько, 89 лет, по-моему, исполнилось. Не молодо. Ушел со своего поста и назначил своего преемника Мигеля Диеса, Каннеля, то все волнения, которые начали происходить, причем на фоне экономического кризиса и на фоне всех остальных вещей, связанных с вещами, которые, как мы знаем, медикаменты, продукты, полный развал экономики, во всем обвиняют все равно Америку. То есть, если бы Трамп был, то обвиняли бы Трампа. обвиняют-то власти, люди идут, собственно, с американскими лозунгами. Просто похоже на все, что происходит в мире, любые там катаклизмы, революционные движения, почему-то вот это нужно обвинить, прежде всего, Америку, потому что как будто бы Америка вообще заинтересована в том, чтобы где-то происходили революции, а не сами люди. То есть, вот просто подумать, ну действительно, страна полностью экономически разрушена. Нет медикаментов, не хватает продовольствия, зарплаты мизерные, а виновата Америка. Не сами люди, не людям это не нужно, это нужно только американцам. Ну ты понимаешь степень абсурда. Так сейчас нет, сейчас обвинят в том, что опять это инспирировано. Хотя вот тут возникает большой вопрос. Неужели Берни Сандерс решил инспирировать это? Неужели Конгресс, которым руководят далеко не большие враги социализма? Аказия Кортес. Да, Ильяна. Кортес, да. И, кстати говоря, опять же, наверное, стоит напомнить, что именно сторонником потепления отношений с Кубой был президент Обама, который совершил исторический, по его словам, визит на Кубу, встречался с Фибелем Кастро и, в общем-то, отменил некоторые санкции. Я не забуду незабвенный жест, когда он попытался обнять, приобнять, по привычке такой своей, непрезидентской, я бы сказал, и тут... Я бы сказал, генсековской. Генсековской. Но не тут-то было. Вот. Этот Кастро не из той породы. Вот. Но революционеры не обнимаются со всякими там президентами, тем более Америки. Даже теми, которые им симпатизируют. Вот. Ну, смотри, я думаю, что это очень показательно, что даже на Кубе начинается... Ну, пока был период братьев Кастро, конечно, сложно было, видимо, как-то выйти. Но они все равно сделали послабление. Видишь, там появился, появилась возможность телефоны пользоваться. Это же было запрещено у них. И прочие вещи. Смотри, сразу народ стал соорганизован. Я считаю, что была такая замечательная книжка братьев Стругацких. Она называлась «Хищные вещи века». Вот, собственно говоря, вот эти вот послабления, которые связаны с развитием технологий, они напрямую связаны с экономикой страны. И, в общем-то, эти послабления были абсолютно неполитическими. А были чисто экономическими, которые, в общем-то, были необходимы прежде всего. Ну, это бесспорно. Но они дают и другие возможности в то же время. Одновременно. Поэтому, видишь, не знаю, чем закончится. Но мы сегодня напечатали в Констиненте у нас как раз материал о том, как разбили лицо корреспонденту Associated Press. И, в общем, ну, как-то это все выглядит. Хотя, с другой стороны, я тут же вспомнил другого корреспондента Associated Press, который делал постановочные кадры в Израиле. Так, у нас появился звонок. Ладно, попробуем принять. Говорите. Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. Я хочу спросить обоих Игорей. Как вы думаете, когда-нибудь вообще люди поймут, что вот эта вот идея, мечта, которую мы, нехорошие люди, пытаемся побороть, мечта о социализме, о коммунизме, что она, так сказать, потерпела фиаско всюду. И, так сказать, как вы говорите, я не знаю, что сейчас происходит на Кове, но вроде как там немножко накалка, коммунизма немножко схлынул. Потому что в Америке даже в таком институте либертианском, как Катон, как рассказывает Иларионов в интервью с Гарри Табахом, что это не просто потому, что он там написал статью, сравнив январь с захват якобы Капитолия с захватом с провокацией в Рейхстаге, а потому что это уже давно назрело, потому что там обсуждали ученые-мужи, что нам чуть ли не надо брать пример с Китая, где вот так вот параллельно госпитализм и, так сказать, строительство коммунизма. И он один там, это было еще за несколько месяцев или там, не знаю, за полгода, не знаю, до того, как он написал до выборов. И он тогда выступил, как говорится, против, сказал, да вы что с ума сошли, с кого нам в Америке с них пример брать коммунистического Китая, и он тогда понял, что дни высочлены в институте Катона. Вот что вы скажете по этому поводу? Хорошо, спасибо за комментарий и вопрос. Игорь, пожалуйста. Ну, в общем-то, мы говорили на эту тему, и мы говорили о репрессиях, которые набирают обороты, и, в общем-то, есть примеры не только с Андреем Лорионовым, но и с другими, в общем-то, довольно известными политическими деятелями в Америке, таких как Руди Джулиани, которого временно приостановили действия его адвокатской лицензии в штате Нью-Йорк и в столице США, в Вашингтоне. Те же самые, в общем-то, тоже политические репрессии, начала политических репрессий по отношению к консервативному тележурналисту, телерадиожурналисту Такеру Карсону с канала Fox News, и, в общем-то, таких примеров на сегодняшний день уйма. Люди действительно боятся говорить о своих политических взглядах, если они не соответствуют мнению Демократической партии, и вот тот факт о том, что на сегодняшний день после так называемого штурма 6 января этого года в тюрьмах находятся более 500 человек по неизвестно каким обвинениям, по сравнению с тем, что происходило в июне и мае прошлого года после смерти Джорджа Флойда, когда были разграблены магазины, когда люди погибали, в том числе и афроамериканцы. Там очень немало жертв, о которых почему-то до сих пор мы не знаем даже количество. Нам не сообщили. Мы не знаем ни жертв, мы не знаем ни количество арестованных, собственно говоря, потому что их, видимо, было совсем немного. Мы также не знаем об этом человеке, который, в общем-то, открыто занялся провокацией 6 января, который был активистом и БЛМ, и Антифы. Антифы, да. И в этой ситуации есть очень серьезные сомнения по поводу того, что все эти вещи не были заранее запланированы. Да, Игорь, ну, пару слов о симпатиях к социализму, коммунизму. Вот как ты объяснишь, в том числе у некоторых наших даже и соотечественников, которые приехали из такой страны. Ну, в отношении соотечественников мне тяжело это объяснить, потому что, если говорить о юношеском, так сказать, порыве... Но это другое. Да, это совершенно другое. Это, в общем-то, идет из университетов левые профессора, которые пытаются донести для своих студентов идеи, в общем-то, утопические на самом деле. И, в общем-то, в определенной степени это для молодежи, для людей, которые пытаются это развивать, это определенная романтика, это какое-то... Они понимают, что это утопия, чистейшая утопия, которую невозможно достичь без репрессии, без угнетений. И в итоге это приведет к краху, к экономическому краху, к политическому краху, к социальному краху. Но те люди, которые жили в Советском Союзе, которые приехали оттуда и которые испытали это на себе, я никак не могу объяснить это никакой романтикой, никакой социально... Никаким социальным равенством, никаким экономическим равенством. То есть, я просто не хочу даже называть эти вещи, как я их себе представляю. Да-да-да, и про сладкий пломбир ты не хочешь вспоминать? Нет. И газированную воду за три копейки. Хорошо, у нас есть звонок, но, наверное, у нас уже времени немного, так что посарайтесь... И шоколадный батончик за 28 копейки. Да, быть короче. Слушаем вас. Когда я попробую задать короткий вопрос, скажите, а как вы относитесь к опасности того, что американскому народу вдавливают? Если мы не победим климатический кризис в 30-м году, мы все помрем. И никто серьезно против этого не борется. Спасибо за вопрос. Ну, вернемся опять к этой теме, и закончим тогда. Уже у нас пару минут осталось буквально. Игорь? Ну, на самом деле, я не согласен с тем, что с этим никто не борется, потому что, прежде всего, с этим боролся президент Трамп, который, как я уже сказал, сегодня даже вышел из этого авантюрного и позорного Парижского аккорда климатик абсолютно политизированном аккорде и договоре. С этим борются люди, борются и губернаторы, и в судебных инстанциях разбираются иски, например, по поводу закрытия нефтепровода, по поводу того, что тысячи людей остались безработными из-за новых указов президента Байдена. Так что я с этим не согласен. Вопрос я бы поставил другой. Кто в этом победит, я оптимист, надеюсь, что победят те, кто в конечном итоге смогут доказать абсурдность этой ситуации. А с другой стороны, на самом деле, в общем-то, такие вещи в истории уже были, где-то в середине 50-х годов люди боролись с проблемой похолодания климата. И, в общем-то, тоже были созданы какие-то комиссии, другое дело, что сама ситуация в мире определялась другими какими-то векторами политическими, и поэтому, в общем, это не достигло такого уровня, как сейчас. Не, ну, той истерики, как сейчас, такой не было же. Правильно, потому что в 50-е годы мир был двухполярный. Да, да. Да, и, в общем-то, развал Советского Союза, в общем-то, привел к различным дополнительным кризисам, которых, в общем-то, в то время просто не могло быть, потому что было четкое определение Восток и Запад, одни были по одну сторону баррикад, другие по другую сторону баррикад, и, как говорил Бродский Довлатову, что, если Евтушенко за, то я против. Хорошо, на этом, пожалуй, мы будем заключать свою беседу, слушателям нашим рекомендую зайдите, появится вот буквально вот-вот мой разговор с очень интересным человеком по фамилии Фейтельсон, Яков Фейтельсон, демограф, ну, кого интересует израильская тематика, welcome, как говорится, и до новых встреч. Игорь, спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok